Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вместе с вами продолжать путешествие по книге Иова. В салоне по изучению Библии мы движемся, в общем-то, по собственной жизни, но на примере книги Иова мы учимся. Учимся, как отличать ложь от истины, потому что тот, которому казалось, что он точно видит, правильно видит и доказывал другим Иов в своем восприятии жизни, что он прав, на самом деле не все верные выводы в его устах оказывались, потому что его жизнь имела две очень яркие линии. Та жизнь, которая прошла до этого испытания и после. И если до у него тоже был период благополучия, но внутри что-то было спрятано, незаметное, очень, так скажем, коварное. Не коварное в смысле Иова, а коварное в смысле врага. Он подложил туда мину замедленного действия, и поэтому он теперь ее раскручивал. И он понимал, что она когда-то взорвется. И поэтому сейчас у него права, которыми он хотел воспользоваться, и сказал Богу, а ты попробуй. Что ж ты так им хвалишься? Ты попробуй, у него же есть моя часть, моя территория в нем, в его душе. И я теперь хочу ее востребовать, если ты позволишь. И Бог позволяет. Казалось бы, зачем? Для чего? Над его сыном, тем, который был верный, такое, казалось бы, издевательство. А на самом деле, таким образом, таким путем Иов освобождался от этой природы, которая могла дальше его закабалять. И, соответственно, Бог знает пути, которыми он работает для нас на свободу нашей души, нашей личности, нашей жизни, наших семей, рода и так далее. Поэтому, просматривая сейчас вот эти плачевные слова Иова, которые не имеют в себе как бы выхода в данном контексте, то мы с вами тут кое-что обнаруживаем, и обнаруживаем важные для себя тезисы, моменты и состояния души. И чем больше мы извлечем уроков, тем более тщательно мы будем анализировать свое состояние сердца, души и решений, которые исходят из этого состояния. Вы знаете, ни одно решение не может прийти без состояния. Допустим, человек устал жить в тесном месте. И вот, исходя из того, что он устал, он хочет расширить пределы. И он ищет пути, как это сделать, потому что решение пришло от атмосферы, которую он уже давно в себе носил. Точно так же устал быть одиноким и жить только для себя, и хочет этим поделиться с кем-то. И отсюда появляется желание выстраивать семью, рождать детей, а кому-то, может быть, взять детей из специальных учреждений, чтобы кому-то принести счастье и так далее. То есть, что мы с вами видим? Мы видим, что состояние внутри помогает принять решение. Соответственно, на это состояние будут идти атаки. Потому что тогда, когда состояние неправильное, решение будет неправильное. Вот в чем здесь опасность. Поэтому нам с вами надо очень внимательно просматривать, из какого состояния я принимаю решение и делаю выводы. Если это из болезненного состояния, из состояния одиночества, из состояния жертвы, из состояния обиженного, угнетенного, пораженного и так далее. И вот из этих состояний может выйти месть, зависть, решение, связанное с какими-то коварными замыслами и так далее. Поэтому нам важно с этими состояниями разбираться как можно быстрее, не ждать, пока они что-то спродуцируют. Поэтому, просматривая сегодня дальше главу седьмую вместе с Ого, мы видим, что его состояние души, оно болезненное. Понятно, Бог за ним наблюдает. Понятно, он взвешивает его слова и знает, где уже настанет предел всему этому. Но сейчас надо, чтобы оно вышло из него, чтобы оно не осталось там. И это, кстати, тоже важный такой момент, чтобы мы себя не обманывали. Если есть состояние такого рода, его надо высвободить из себя, отдать, но по адресу. Не в адрес тех, кто рядом, чтобы их загрузить и сказать, мне теперь полегче будет. На самом деле это не будет, потому что ты отдал не по адресу. Но если ты отдаешь по адресу в смысле Божьему, то есть Бог справится с тем, что у тебя есть сейчас как боль и горечь. Он справится, но ты скажи ему, Господь, мне больно, мне сейчас одиноко, мне сейчас на самом деле, я вижу эту несправедливость, я не знаю, как дальше выстраивать отношения, либо я чувствую давление на мою волю такое сильное, что я могу сломаться. То есть говорите, как вы чувствуете. Говорите открыто, говорите честно. И скажите, Бог мой, ты моя скала, ты источник моей жизни, дай мне силы пройти этот этап, без тебя я не справляюсь. Посмотрите, как это важно делать, потому что ты с одной стороны высвободил ту боль, которая накопилась, а с другой стороны попросил помощи, но по адресу. Люди тебе эту помощь дать не могут. Ее дает только тот, кто знает, через что ты сейчас проходишь, и ради чего все это. Не почему, как многие говорят, а ради чего. Потому что мы проходим для преображения нашего внутреннего человека, для чего-то большего. Итак, восьмой стих. Вернее, с шестого мы начинаем. Восьмого. Не увидит меня ока, видевшего меня, очи твои на меня, и нет меня. Радеет, редеет облако и уходит, так не сшедший в преисподнюю не выйдет. Не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. Посмотрите, какие депрессионные речи, пессимистическое настроение. И Иов в этом честен. Он не делает вид, он не рисуется, он говорит, что я сейчас живу в своем доме, но я уйду, и дом мой меня легко забудет, потому что меня здесь не будет. И если мы смотрим на облака, которые рассеиваются легко ветерком, вот они сейчас в виде, может быть, какой-то тучки. Прошло время, они рассеялись, их не стало. И вот он для себя делает эти аналоги, как проходящие мимо себя. Посмотрите, одно и то же явление может на каждого человека влиять по-разному. Например, кто когда-то смотрел на облака? Я думаю, что все. И по-разному мы на них смотрим. И можем просто посмотреть задачи, будет ли дождь. Можем посмотреть задачи с учетом заката, какой будет день завтра. А можем, смотря на облака, видеть там какие-то образы. И как у нас одна сестра из церкви говорила о том, что для нее это Божий театр. Когда она оказывается в спокойной обстановке и может смотреть на облака в сельской местности и взирать на их путешествия, она говорит, Господь, а что ты сегодня мне покажешь в своем театре? Какую картину я хочу увидеть вместе с тобой или смогу увидеть? Покажи мне, какие сюжеты у тебя есть для меня на этот день. И она рассказывала удивительные истории, которые Бог ей там показывал. По крайней мере, она это видела, она это чувствовала, она это слышала. И она этим уже потом делилась. И, скорее всего, она продолжает это делать, потому что для нее это добрый опыт. Другой пример подобный, когда я слышала, как мать с сыном ложились на луг, смотрели на облака, и она говорила, сынок, а что ты видишь? Он был маленьким. И она спрашивала, что ты видишь сейчас? И он говорит, я вижу ракету, я вижу самолет, я вижу, как они летят легко, я вижу, как они передвигаются, им ничто не мешает. И она говорит, о чем ты хочешь мечтать в связи с этим? Я хочу научиться летать так же легко на самолетах. И вы знаете, этот ребенок в результате, когда они с мамой там просматривали, откуда эти облака пришли? Может быть, они пришли с другой сейчас страны к нам? Может быть, они там что-то видели, какие-то были свидетели каких-то событий? А мы с тобой в эти страны полетим, а мы в этих странах с тобой побудем. И вы знаете, что интересно, что пока мама мечтала с этим сыном, у него сформировалось ожидание жизни. И на это ожидание пришли результаты. И он стал пилотом. Он многие страны повидал. Но начиналось с мечты вместе с мамой, глядя на облака. Вот посмотрите, какие разные восприятия одного и того же явления. Иов увидел облако, и он здесь видит это так. Редеет облако и уходит. Так, не сшедший, в преисподнюю не выйдет. А он видит свою картину. Почему состояние души такое? Состояние души огорченное, в депрессионном состоянии, поэтому все, что других вдохновляет на мечту и потом реализует мечту, в жизни Иова сейчас, как печальная картина. Вот так же я не схожу в могилу. Так же и меня скоро не будет. Он видит свою жизнь в таком состоянии. Друзья мои, наше состояние сердца во многом определит так, как мы будем видеть окружающих. И окружающий мир, и окружающих людей, и сами себя. Поэтому я желаю, чтобы мы наблюдали за своим сердцем, какие настроения оно нам рождает и предлагает. Если вдруг пошли настроения горестные, задай Богу вопрос, с какого источника пришли мне эти мысли? В какую ложь я начинаю верить? Не ведет ли она меня сейчас по ложному пути? Кто-то скажет, но ведь все мы когда-то уйдем с этой земли. Да, друзья, мы все уйдем, но с каким настроением? Опять же пришлось слышать одно свидетельство. Человек, который был уже очень болен, и раковая опухоль мозга, она набирала свои обороты. И один из врачей, который был практически атеистом, но он исследовал состояние мозга перед смертью, насколько теряется динамика, насколько активность мозга уходит и, соответственно, гасятся вот эти сигналы жизни. Но человек, христианин, который умирал от такой болезни, он радовался встрече со Христом и в своей молитве молился на языках вот в эти последние минуты, последние секунды. И его энергетика мозга повысилась настолько, что зашкалило имеющиеся возможности его прибора в 50 раз. И вот этот врач-атеист был потрясен. Как такое может быть? Ведь мозг угасает. Почему он сейчас так функционирует активно? Да потому что это уже не вопросы мозга, а вопросы духа, которые сейчас этот мозг взяли под контроль. И этот дух, он радуется к переходу, потому что он знает, куда он идет. И поэтому нам сегодня с вами надо удостовериться, кто мы и куда направляемся. И когда мы знаем вот ответы на эти вопросы, то наше мышление, наше сердце, оно будет в активной позиции до последнего мгновения. И то, что мы с вами читаем в смысловом переводе этих же текстов. «Я уйду, и ты не увидишь меня больше. Посмотри на меня, и я исчезну. Как облако, опустошившись, исчезает, так сошедший в преисподнюю не выйдет назад. Не возвратится в свое тело, чтобы продолжить жить, и его задание будет исполнено другим». Да, если ты не исполнил свои задачи, у Бога его дело не останется без дела. То есть результат придет. Он найдет людей других, но наша задача — исполнить свое призвание. Потому что Бог о нас предусмотрел нечто лучшее и большее. И поэтому я хочу, друзья, чтобы мы не так пессимистично смотрели на свою жизнь, а наоборот, сказали Господь, «Если у меня есть еще дыхание в ноздрях, то оно для цели. А если есть цель, я не хочу ее потерять. Я хочу попасть в цель своей жизни, потому что грех — это не попасть в цель своей жизни, а нам надо попасть. Нам надо пройти ее до конца и сделать максимально, что мы можем сделать на этой земле. Не потому что мы зарабатываем спасение или зарабатываем какое-то отношение к себе. Мы приобретаем награду на небесах, но место обитания мы не зарабатываем. Это нам даром, как подарок небес через Иисуса Христа. Я желаю, друзья, чтобы мы могли воспользоваться этим даром неба, могли воспользоваться этим ресурсом неба, могли воспользоваться благодатью небес, уже сейчас радоваться каждому дню, даже если не строится, может быть, так, как хочется. Но благодарить Бога, что у меня жизнь под твоим покровом проходит, под твоей защитой пройдет до финиша, я сделаю дело, которое ты поручил мне исполнить. Итак, друзья, каждый из нас понимает, для чего на этой земле мы живем, если мы доверили свою жизнь Богу. И более того, есть такое выражение, как сказал когда-то Давид, что моя жизнь завязана в узел с Господом. Знаете, есть морские узлы, которые нелегко развязать, а узел с Господом никто не развяжет. И поэтому я хочу, чтобы мы на финише этой программы сделали для себя вот эту оптимистическую ноту, основание для нашей жизни. Потому что то, что мы прочли, очень пессимистично. Если мы в этом останемся, то это печаль, которая, да, только отрезвляющий гром с неба привел Иова в соответствующее состояние переосмысления. Но мы с вами сейчас смотрим, не осуждая Иова, не обвиняя его, а понимаем, что и в нашей жизни подобные настроения тоже имели место. А значит, нам надо сейчас вооружиться теми инструментами, ключами, которые позволят дальше не дать им овладевать нашими чувствами, эмоциями, мыслями, словами и нашими отношениями. Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что у нас есть такая привилегия с Тобой об этом разговаривать и призывать Тебя, Твою мощь, Твое владычество на все обстоятельства нашей жизни. Поэтому прими благодарность за то, что у нашей жизни есть основание. И это основание положено в Тебе, в Боге нашем. Я благодарю Тебя, что мы, уповая на Тебя, не останемся в постыжении. И сейчас я благословляю каждого, кто свидетелем является с нами в этом слове, в этой программе. И если кто-то проходил долину смертной тени и оказался вот в этом депрессионном состоянии, да воссияет луч света в темном царстве. Пусть, Господь, Твой свет прогонит всякую тьму. Пусть ложь будет обнаружена, а истина будет поставлена на пьедестал. И чтобы каждый день наслаждаться событиями дня, а главное, Твоим присутствием в этих событиях. Благодарю Тебя, Дух Святой, что это возможно с Тобой, потому что мы Твои дети, и мы в завете с Тобой, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»